Привет, друзья, с вами Хернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Астронир. Перед вами идёт процесс печати огромной платформы, на которую мы будем устанавливать новое количество принтеров, потому что нам этого количества мало. Так как планы у нас наполеоновские, нам эти принтеры пригодятся, по идее, в четырёхкратном числе, но мы сделаем хотя бы в двухкратном, и этого должно будет, ну, условно, надеюсь, хватить. Хватить. Должно хватить, да. Короче, дело в чём, мы поставим два больших принтера, два средних и два мелких. Хотя мелких мы там четыре, по идее, можем вместить. Два мы и здесь можем вместить, как вы видите. Ну, в общем, это основной крафт, который нам предстоит сделать. Дальше я прорисовал уже полностью схему крафта наноуглерода, и, как оказалось, это не так сложно технически, как сложно по расположению, скорее всего. Я думаю, что мы это будем размещать где-то вообще вот здесь за складом. Почему именно здесь? Да потому что здесь есть место, есть куда двигаться, есть куда развиваться, скажем так. А это очень-очень важный параметр в постройке этой огромной бандуры, которую мы будем делать. О чём я говорю? У нас будет пирамидальная своего рода структура, в которой, производимый одним товарищем ресурс, будет с помощью двух рук передаваться во второй. То есть, условно, вот здесь у нас производится титановый сплав, здесь находится маленький склад, и сюда рукой передаётся сюда, и отсюда сюда. Соответственно, таким вот образом пирамидальным мы будем делать весь крафт наноуглерода. Но я думаю, на этом не останавливаться, потому что для крафта наноуглерода нам, по сути, нужно, по-моему, три химички, да? Сейчас я прикину. По факту, да. Кроме этих двух, которыми мы здесь будем руководить, там, гидрозин подкрафчивать, ещё что-то, нам понадобится минимум три химички для того, чтобы сделать прям линию. Но, естественно, полной автоматики здесь невозможно сделать. Мы не можем запустить... Хотя нет, можем. Можем, но это будет полная жопа. Я подумал, это возможно. Но технически это очень сложно будет сделать, и почти невозможно, чтобы подача ресурса шла при отсутствии готового, там, допустим, наноуглерода. Запускаются все эти ресурсы, они выпускаются сюда, их забирают руки с фильтрами, перевозят... Короче, эта игра не стоит свечек, если так мы будем делать. Мы сделаем более простую полуавтоматику, так называемую. Она подразумевает наличие химлаборатории, и нашей задачей будет просто установить туда нужные ресурсы, и дальше эта вся машина ужаса будет работать сама и набивать склад нужным нам ресурсам. В нашем случае самый нужный ресурс, это, естественно, наноуглерод в чистом виде. Так, дорогуша, тебя мы разместим знаешь куда? Пока никуда мы тебя не разместим. Я вспомнил, что нам ещё всё скрафтить надо. Так, один большой принтер, это соединяшки есть. Один средний амбар склад. Нет. Нет, нет. Нет. Почему так много крафтов в самом маленьком принтере, мать его? Где оно делось? Стоп, а ты вообще здесь скрафтишься? Вот. Так, пять соединений. И, соответственно, чтобы скрафтить малый принтер, ещё три штуки. Ещё три. Соответственно, восемь соединений нам нужно, чтобы воплотить сию мечту в реальность. Так, давайте я повыкладываю каку. Бляха, это кака уже никуда не лезет. Мы что-то с графитом переборщили, молясь. Совсем шушуть переборщили, теперь я не знаю, мать его, куда его девать. Так, окей. Восемь соединений у нас в загашнике вроде есть. Давай, нарожай это всё добро. Можем сразу, в принципе, забирать. Шесть, семь. И восьмой, к сожалению, не влезет. Всё, забей тогда полностью эту. Так, дорогуша, делаешь средний принтер. Ты, дорогушка, делаешь большой принтер. И я сейчас начну махинации ручного крафта. Так, раз. Ты забирай назад всё. Два. Сейчас будем этот ад воплощать в реальность. Так, три таких принтера есть, этот готов. Тебя я могу тогда снять, тебя я тоже могу снять. Беда просто в том, что эта панель у нас как раз должна разместиться вот здесь. Но так как она собака огромная, нам придётся и химку перемещать. Хотя мы можем вот так сделать. И никаких проблем вообще не будет. Но придётся каким-то хреном эту штуку подключить к переходнику. Вот этому. А мы по прямой просто подключим. Мы просто подключим по прямой. Давай, друг, доделай. И мы будем спокойненько всё перемещать. Эта панелька нам как раз пригодится в выстраивании линейки на крафт наноуглерода. Так что никуда не пропадёт. Не денется это добро. У нас там ещё на днище, по-моему, где-то валяются панели. Так что мы их заберём ещё. Казалось бы, да? Хотел их переработать. А практика показала, что хрен на тебе лысого. Так, ещё эта панель у нас выступала в роли переходника. Надо об этом не забыть. Так, давай, дорогуша, я тебя пока куда-то вот туда смещу. На свалку. Потом решим, что с тобой делать. Так, замечательно. Ты, дружочек, попробуй впихнуться. Ну, просто мы, если впихнём так... Естественно, оно будет работать, оно никуда не денется. Но у нас будут сейчас сложности с подключением. А почему... А куда это ведёт? Подождите. В смысле, провод просто выпал. Что это такое? Что за хрня? И почему он теперь не дотягивается? Чё происходит вообще? Давай мы тебя не отсюда тогда подключим. Сейчас мы чуть воду помутим. Но сделаем... Или не сделаем. Я хочу просто минимизировать затраты здесь места. Ладно, попробуем. Давай не так. Сможешь ли ты? Смог. Отлично. Красавчик, моё уважение. Так, тебя, дорогуша, переставляем вот сюда. Чуть развернись. Раз, два, продолжаем поток. Здесь с помощью переходника можем, в принципе... Но переходник же даёт только односторонний проход. Как же мы тогда поступим? Как же сделаем мы с вами... Так, давайте я сначала всё выставлю. Не выёживайся, пожалуйста. Нет. Вот сюда. Ты, дорогой, сюда. Ты, дорогой, сюда. У нас, правда, средние принтеры будут повёрнуты чуть не в ту сторону, но... Это делу не... Тихо, отдай сюда. Хватит воровать у меня. Это добро чуть-чуть будет повёрнуто не туда, куда надо. Но это не критично. Как и эти товарищи? Одни будут в одну сторону. Другие во вторую. Их, в теории, можно в эту сторону поставить, но я... Я не знаю, будут ли они работать так, как надо. Точно так же и со средними принтерами. Я боюсь... Хотя они должны сами автоматом высчитывать расстояние. Ладно, проверим. Так, ты тоже не туда встал. Так, с этими друзьями разобрались. Как же нам сделать беспрерывную подачу? Беспрерывно у нас здесь идёт. Но если бы что прям совсем беспрерывно, тогда нам нужен переходничок. Нам нужен переходничок. А, нет, переходничок, опять же, не так сработает, как нам надо. Так, вот самого центра у нас куда энергия расходуется? Сюда, отсюда, сюда. Ну, в целом, вроде бы как на основные подачи идёт. Можно вроде бы как из них не заморачиваться, но... Мы же с вами понимаем, к чему приведёт не заморачиваться, да? Так, ты, коннекция сюда, то есть основная генераторная подключена. Но если ты отсюда дотянешься... Судя по всему, нет, да? Хотя... Оно умеет багаться? Не умеет. Ну, давайте тогда подачу попробуем сделать через переходник. Нам надо просто сэкономить там место, чтобы не настраивать ничего дополнительного. Слава богу, переходников я этих наворовал. Можем кайфовать теперь. Так, дорогуша... Ну, а чтоб ты мне немножко не мешал. Стоп, надо обратная подача. Вот так и вот так. Всё, теперь энергия никуда не денется, она в любом случае попадёт туда, куда надо. Мне так кажется. Так, хорошо, с этим разобрались, полбеды, в принципе, решены. Дальше у нас будет сейчас очень-очень много бед. Что я ещё хотел сделать, что нам поможет? Кстати, мне говорили, что задания могли появиться, да? Нет доступных заданий. Ничего не появилось, меня обманули. К сожалению. Короче, строение у нас будет достаточно простое. Я думаю, что если я кукухой поеду окончательно, то я, возможно, свяжу склады, чтобы это была реально автоматизация. Но я думаю, я этого делать не буду, потому что это очень долго и сложно будет. Очень долго и сложно. Очень-очень долго и сложно, чтобы вы понимали. Так, окей, это пока оставляем, фиг с тобой. Короче, начинаем мы, естественно, с конца. Так будет нам проще выстраивать всю схему, хотя это как посмотреть проще. Для начала нам в любом случае нужно минимум, условно, две авторуки и два химзавода. Это то, что по минималке. Так, а химзаводы у нас здесь. Хим-лаборатория, вольфрам, стекло, керамика. Хим-лаборатория, вольфрам, стекло, керамика. Стекло раз, стекло два. Забери. А вольфрам у меня вообще есть готовый? Керамика есть точно. Я ее крафтил вручную. Это я помню. Так, железо. И вот здесь алюминий. Медь. Вольфрам. 23 штуки, отлично. Так, это сейчас запустим, чтобы оно нас уже не дергало. Так, забери все назад. Дружочек, запускай лаборатория, раз. Лаборатория, два. Так, к ним нам нужны авторуки. Сейчас мы, кстати, проверим, будут ли они работать так, как нам надо. Авторука... О, графит, наконец-то. Продон собака алюминий за собой засосет. Алюминия у нас, по-моему, нет. Проблемка, проблемка, проблемка. Ладно. Так, отлично, хоть алюминий забрал. Так, и давай сюда графит. Не сря мы его столько добыли. Так, сейчас проверим. Если я выставлю... Авторука. И в этот же момент выставлю у тебя авторуку. Вообще норм, слушать. Так можно тогда и средний в эту сторону повернуть, я так понимаю. Они точно так же все идеально скрафтят. Окей. Так, одна панель у нас есть. Нам нужно еще одну штуку исследовать. Если я не ошибаюсь, там была такая бздюличная маленькая панелька. Но она очень полезная тем, что она очень маленькая. Вот эта, по-моему, она. Требует одну смолу. Сейчас проверим. Так, и нужно залезть к нам вот сюда. Где-то здесь я оставил... А, стоп, это не та панель. Тогда правильно сделал, что выкинул ее. Тогда все правильно сделано. Мне вот такие панели нужны сейчас. Причем очень много их понадобится. Я бы даже сказал очень-очень много. Но это, по сути, смола. Так что, я думаю, мы не ощутим даже. Так, раз, два. Раз, два. И одну переходную. Все, хватит. Пока хватит. Вы, ребятки, тогда знаете что? Давайте поднатушьтесь. Совсем шушуть ради общего блага. О май гад. Окей. Так, это оставляем. Ты мне сделал этот, сделал этот. Так, спасибо большое. Только мне еще нужна... Вот эта панелька. Блях, она три стоит. Твою мать. Ладно, нам двух, в принципе, хватит для того, чтобы основать начало этого ужаса. Я думаю, что мы начнем в ту сторону делать. То есть нам проще будет со склада взять ресурс. Прибежать сюда, допустим, его оставить на крафт. Ну, просто так, как там будет пирамидкой, я не знаю точно, на каких дистанциях мы сможем работать. Но, скорее всего, конечный продукт именно наноуглерод будет здесь складироваться. Если я не накосячу. Ну, опять же, да. Кековый момент. Я и не накосячу. Так, это забирай сюда. Это забирай сюда. Давайте возьмем первую панель. Кстати, да, склад. Я не подумал, какой у нас будет склад. По факту, самый лучший вариант склада, это с помощью вот этих цистерн сделать именно огромную цистерну и напихать вокруг кучу ресурса. И в случае чего мы могли бы этот ресурс пихать в контейнеры. С другой стороны, хватит и одной вот такой маленькой штучки, потому что это сложные ресурсы, и они в таком большом количестве не нужны, как нужны сырьевые. Соответственно, нам нужно будет принять решение, что все-таки делать. Что все-таки с этим делать. Так, ты пока стой здесь. Я сейчас приторабаню. Так, раз. Авторука два. Сейчас мы сделаем просто завязку между наноуглеродом и... Чем получается? Наноуглеродом и титановым сплавом. У нас с двух сторон должен будет подаваться ресурс. Я правильно понимаю? Да. Я вроде бы правильно понимаю. Да, должен будет подаваться с двух сторон ресурсы. Нам нужно будет сейчас это с бумаги, в общем, перенести в игру хотя бы визуально первую ее часть, чтобы понять, сможем ли мы это вообще воплотить или нет. Хоть это и полуавтоматика, это все равно ого-го и гагей, какие затраты по силам. Так, окей. Тебя ставим сюда. Давайте сразу установим. Чтоб потом не искать, что куда и почему. Так, замечательно. Я малышей не сделал. Малышей, малышей. Сколько у меня с собой? У меня два, а малыш мне только один, по-моему, пригодится. Нет, стоп, не один. Че-то, че-то я не туда. Два нужно это, чтобы сделать коннект между... Да? Да. Два, чтобы сделать коннект. То есть мне нужно два малыша, два столика. А лучше даже не два, а там один слот. Сейчас, я не посмотрел. Дружочек, у тебя там одинарный или двойной слот? Если двойной, то это очень и очень хорошо. Где оно, боже? У него двойной слот. Супер. То есть мы его сможем использовать в виде еще и склада. Угу. Тогда мне нужно четыре. Правильно понимаю? Вроде бы да. Нужно четыре такие штучки, и с ними мы уже запляшем. Так, запустись. Раз, два. Усё. Усё, забирай назад. Сейчас, кстати, проверим, как это сработает. Если мы поставим на крафт, сразу все четыре. Видите, фактически она одинаковая по размеру. Фактически. Но она чуть-чуть меньше. Совсем чуть-чуть. Кропалик. Так, средняя платформа С. Вот здесь я боюсь, что она поломает всё. Ну, посмотрим. Средняя платформа С. И средняя платформа С. Раз. Два. Просто они крафтятся якобы во весь. Размер вы можете заметить. Но по факту они соберутся потом в ящички. А как удобно, да? Так, забирай все четыре. Сейчас начнём заниматься конструктором. Очень забавное действие. Нам нужно будет теперь из этого всего склепать приблизительно работающую схему для того, чтобы в будущем мы могли проставить её ещё корректней. Так, есть. Нумбер 1. Нумбер 2. Я не просчитывал их соединение по энергии, потому что, я думаю, удлинители кучи. Если чё, мы удлинители заюзаем, и всё будет хорошо. Но что-то мне подскажет, что не будет всё так хорошо, поэтому готовимся, как всегда, к худшему. Э, в смысле? Олё? О, где машина? Я ещё и не выгрузил эти, да? Почву, да. Так, почву давай сюда. Эти товарищи заправились. На выдачу. Это оставляем здесь. Это оставляем сюда. И вставляем сюда. Нам сейчас надо чуточку повыравнивать. Всё, выдавай сколько хочешь. Чуточку повыравнивать. Так, давай, дорогуша. Я тут выпиливал гору не просто так, как оказывается. Я-то думал, что просто так, а нет. У нас, оказывается, планы на эту местность. И причём достаточно масштаб. Чё? Что-то там сделал. Выравнив всё. У нас там будет спад с той стороны, с этой наоборот будет холм. Отлично, ровная поверхность, обожаю. Так, смотрим, что мы наколдовали. Ну, для старта должно вроде бы как хватить. Вроде бы как должно. Так, хорошо. Конечная у нас цель какая? Одна из конечных целей. Это стоит вот такая штукенция. Эта штукенция становится здесь. Всё. Это ключевая позиция. Здесь у нас будет наноуглерод. Теперь. Мы начинаем пляски с бубном. Я посчитался. Опять просчитался по количеству рук. Похер. Вообще. Мы это делаем именно для того, чтобы понять, что нам нужно. Так, товарищ. Ты разворачиваешься сюда. Сейчас. Где у нас рука? Мы сразу замерим по расстоянию. По расстоянию. По расстоянию. Естественно, здесь будет встать фильтр. Пуша без фильтра вообще ни хера здесь работать не будет. Да, дистанции нам пригодятся побольше. Лучше я могу сказать. Со стопроцентной вероятностью. Так, ставим ручку сюда. Хотя можно и поровнее. Просто мне нужно минимально задеть склады боковые. А их минимально задеть невозможно. Но опять же, фильтр. Фильтр будет спасать. Это мы сейчас набрасываем. Чисто, чтобы мы понимали, что к чему. Сейчас, если мы так сделаем. Вот так. Придется тебя цельного переворачивать. Проверяем. Сойдет. Так, допустим. Эта рука у нас будет заниматься передачей. Ресурса. Дальше. Нам нужно, чтобы вот здесь, где у нас будет производиться... А, ну да. Все правильно. Все правильно, но бляха, как же это будет мучительно. Я сейчас уже до конца понимаю. Я не все соединения просчитал. Не все соединения. Ну, короче, вот эта область у нас вся будет застроена. Тихо, не умирай. Кстати, да, давайте сейчас подключим. Где выход задний этот? Ну, я слышал шлеп. Еще давай. Есть. Есть. Они между собой будут переплетены в любом случае. Так, получается, у нас здесь в конце, вот здесь, должен стоять склад непосредственно с готовым ресурсом титанового сплава. Титановый сплав самый неприятный ресурс. Потому что в нем мы будем использовать почти все предыдущие ресурсы. Это немножечко усложняет всю нашу работу. Но это не имеет значения. Так, вот этот товарищ у нас стоит. Его задача проста. Передать готовый титановый сплав со склада сюда. Его фиксируем. Я все слышал. Шлеп есть. Так, его здесь фиксируем. Он здесь и остается. Дальше. Этот же сплав мы получаем путем переработки его вот в этой штучке. Да твою мать, почему у нас везде разные высоты покрытия идет? Так быть не должно. По секрету вам скажу. Что за херня происходит? Выровни ты все в одну область, да не мучайся. Боже. Сейчас опять почва закончится. Сейчас надо отсюда взять его. Это мы здесь подняли. Случайно я понял. Вопросов больше нет. Вот здесь побольше наговняй. Вот тут. Да-да-да-да-да-да-да. Вот эту штуку вообще надо выкопать. Короче. Здесь у нас получается, что отсюда мы передаем, опять же ж таки, авторукой, сюда готовый продукт. Пока все логично. Пока все верно. Дальше будет, конечно, иначе, но тем не менее. Так, еще раз надо проверить. Титановый сплав требует сам титан и, в свою очередь, азот и графен. Расширение здесь будет гораздо больше. Просто на одной позиции будет стоять, как он называется, газовая канистра. Это вот 100%. Ну и по идее, по идее, это надо еще проверить. Но если мы установим на репит какой-то из крафтов, то мы ресурс даже сможем напрямую вот сюда закидывать. Если я не ошибаюсь, опять-таки. Если я не ошибаюсь, то это, в принципе, возможно. Тогда у нас здесь будет газ, здесь графен. Нет, здесь титан. Именно складской. Да. И по прямой мы будем передавать уже перекрафченный графен. И тогда нам придется гораздо меньше... Чуть больше повозиться в плане полуавтоматики, то есть замены ресурса. Но меньше возиться придется как раз с складированием и автоматическими руками. Мне кажется, это хорошая перспектива. В целом, хорошая. Давайте я даже условно притащу этот самый газ. У нас что там? Азот задействуется. Азот, иди сюда. Ты мой фиолетовый юный друг. У меня нет азота. А почему он синий? А, все правильно. У него индикаторы фиолетовые. Так, пока там нихера не происходит. Сделаем вот так чуть-чуть. Так, трудись, работай. Газ мы отсюда вытаскиваем. Перетаскиваем сюда. Кладем сюда. Он стоит у нас на... Включить выпуск. Ну, сейчас он засирает, потому что там есть что засирать. Ну, вы поняли. Если мы его так запустим, и здесь будет стоять склад с титаном... Тогда лучше именно не склад, а канистру. Чтобы он не мог засрать место. Так, титан у нас есть. Нам нужно все эти микро-нюансы проверить. Потому что если мы с ними разберемся, то мы перестанем страдать. Так, проверяем. Так, он выгружает напрямую и заготавливает ресурс. И сейчас я скрафчу графен. Графен, графен, графен. Стоп, графен это у нас что? Гидрозин и... И графит, отлично. Сделаем графен и посмотрим, что из этого получится. Мне нужна, правда, еще одна авторука, но... К этому мы сейчас вернемся. Так, графен есть. Ммм, авторуку не желаете сделать? Стоим, боб. Так, графит, алюминий. Алюминия нет. Боже, 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 боже. А сколько нам стоит заказать алюминий? Не поймите меня, неправильно. Блях, у нас и тут графит. Где мы его столько набрали и что с ним делать теперь? Так, ладно, мне посмотреть надо. Аммоний, лотерит. Малахит, медь, лотерит, алюминий. Правильно? Правильно. Один к одному. Ну, такое на самом деле, такое. Тем более, что он у нас на планете находится. То есть, типа, даже лететь никуда не надо. Не знаю, не знаю. Возможно, мы, кстати, поставим машину автодобыч. Но сейчас я, конечно же, запущу немножечко. Четыре штучки сделаем. Чтоб нам хотя бы сейчас на эксперименты хватило. А там уже посмотрим. Так, лотерит, улетай. Разобрались. А смолу мы тоже, кстати, забили. Конгратулейшн. Это, мать его, победа. Так, ну алюминий у меня там остался. А стоп, у меня руды не осталось. По-моему, не должно было. Ломс, фалерит, глина. Да, 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 да. Гематит и вольфрамид у меня остался. По одной штучке. Это успех. Это просто успех. Хорошо, давай, товарищ, чтобы я не тратил тот ресурс. Где посылочка? Верни ресурс, собака. Так, я же еще хотел сделать огромную цистерну. А мы ее не купили, да? Огромная хера вора для хранения ресурсов. Стоп, или она не здесь? В смысле, она третьим крафтится? Быть не может. Чувствую на... На обман. Она не может здесь крафтиться. Я что-то, видимо, упустил, да? Так, еще раз. По-моему, мы ее не изучали чисто за ненадобностью. Но в целом она, ого-го, как нужна будет сейчас. Ага. Только не говори, что ты здесь. Это же невозможно. Так, счетные модули. И вот контейнеры. Это средние контейнеры. Где, мать его, большие контейнеры? Вот он. Все. Так, большой контейнер ресурсов. 5000 титан-стекло-наноуглеродный сплав. Неплохо. Заявочка серьезная. Титан-стекло-наноуглеродный. Сейчас сделаем. И вы не поверите, для чего мы будем использовать этот склад. Это вообще отдельная история. Так, переплавляй, переплавляй, переплавляй. Почему ты все в одно напихал? Ну ты дурачок. Это же непродуктивно. Абсолютно. Давай, рожай уже. Че-че-че-че-че-че-че-че-че. Стоять. Говно мелкое, ну. Простите, куда он там делся? Там где-то свободное место появилось. Че? Ладно, разберемся позже. Немножечко позже. Так, авторука, давай, появись. Нам сейчас нужно эксперимент провести. Ну и давайте смолы потратим. Че добру пропадать в самом деле. Сейчас наделаем. Нам их все равно целую херовую тучу придется делать. Хотим мы этого или нет. Так, забирай. Нам нужно сейчас проверить. При полном запуске. Кстати, да, я его не подключил. А, хотя стоп, рано подключать. Нам нужно сначала размерить расстояние. Самая большая проблема будет именно в наводке. То есть прицелиться, чтобы это говно работало так, как нам надо. Еще глупо, что авторуки нельзя выбрать... Уменьшить, допустим, радиус. Это было бы очень полезной функцией. Так, ну, условно, здесь норм. Перебор. Дотягивается, дотягивается. Сюда дотягивается. Хорошо. Тогда, блях, ну мы тогда подключить не сможем. Окей, я еще одну авторуку сделал. Так и быть. Хоть графит начнем по чуть-чуть тратить. Куда он, мать его, девает ресурсы, по-моему? Вот, место пустое. Почему? А, потому что я переместил титан. Окей, оправдано. Тогда оправдано. Так, и давай сюда готовый ресурс, в нашем случае графен. По факту он должен его закинуть просто в центр. Ему даже не нужен для этого склад. Но есть шанс, что эта херня не сработает, и тогда нам придется делать обходные пути. А я этого не хочу делать. Поэтому будем молиться. Так, тебя подсоединяем. Тут пока все правильно. Пока. Самое болючее слово. Пока все правильно. Что будет дальше, мы с вами не знаем. Так, тихо-тихо, без кувырков, пожалуйста. Так, и вот так. Проверяем. Склады места нет. Этот место есть. Так, устанавливаем тебя сюда. Просто, по идее, если мы хотим пирамидкой, то нам нужно будет все равно вот эту штуку переместить сюда. И вот здесь будет склад, и он со склада будет перетаскивать. Или можем забить болт. Но просто если мы хотим склады делать хотя бы хоть как-то кучно, то лучше все-таки здесь поставить. Ладно, разберемся. Так, включайся. Правильно стоишь? Ну, условно сойдет. Держи графен. Хм-хм! Это работает. А значит, это будет вин, скорее всего. Так, если это работает, то это супер гуд. Просто с таким же успехом мы можем этого товарища переставить вот сюда. Дотягиваешься? Не вижу. Вижу, дотягиваешься. Можно еще ближе поставить. Естественно, подключить это все добро. Проверяем. Ему это вообще не мешает. Вот, с помощью такой махинации здесь будет уже стоять склад готовой продукции графена. То есть, вот здесь стоит склад, здесь производитель, ну, рука, производитель. И там закладывается ресурс для создания уже графена. Соответственно, у нас получится, что у нас будет реально полноценная полоса. Полноценная, мать его. Которая даст нам возможность сделать. По идее, в эту сторону у нас уйдет только графен. И, собственно, гидрозин. Если я не ошибаюсь. А все остальные, абсолютно все ресурсы, которые мы можем крафтить в химке... Да что здесь с переходом такое? Короче, похер. Будем ставить по кривой. Вот здесь же ж... У меня горит жопа так. Короче. Все остальные производственные будут стоять вот здесь просто в ряд. И иметь склады вот в этом ряду. Чтобы мы могли спокойненько вот сюда зайти. И вот у нас слева ресурс. Справа ресурс. И все, что захотели, все забрали. А там будет накрафчена и резина, и пластик, и вся вот эта шляпа. Этим, в общем, будем заниматься. Ну и конечный, самый победный склад. Это будет уже его величество наноуглерод. Но, опять же, для наноуглерода сильно большого пота не надо. То есть, здесь будет стоять крафт стали первый, чтобы максимально быстро передать сюда. Сталь готовую. И все. Доставляем там еще до конца. И наша задача просто загрузить ресурс. И он сам, как собака дикая, будет это крафтить нон-стопом. Это, что ни на есть, самый кайф. Но к этому еще надо прийти. Я, короче, просчитаю абсолютно все теперь, что нам нужно именно для крафта наноуглерода. Тут уже не так много осталось, на самом деле. Накрафчу все эти панели. И мы постараемся с вами это добро запустить. Самое неприятное, что может произойти, это, естественно, закончится ресурс. Какой-то из. И нам придется что-то придумывать. Но пока есть металлолом, можем, в принципе, повыпендриваться. Пока можем. Но я думаю, что мы в следующем эпизоде уже запустим производство. Причем сложности как таковой нет. Как таковой. Сложность заключается только в том, чтобы у нас было везде достаточно ресурса. Абсолютно везде. И тогда все будет кайф. Тогда все будет кайф. Ну и, к сожалению, у нас нет ограничителя. Вот в чем проблема. Я только сейчас задумался. То есть... Мы можем здесь поставить на автокрафт. Но это приведет только к одному. К тому, что мы просрем все ресурсы условно для того, чтобы скрафтить там титановый сплав. На титановый сплав у нас уходит графен, титан. То есть, как бы, довольно дорогостоящие ресурсы. Но это не значит, что у нас будет столько же стали. И мы сможем столько же наноуглеродного сплава сделать. Я думаю, что это все нужно будет подвести... Даже не все. Только химлабораторию с наноуглеродкой. Ее поставить под кнопку. Просто поставить под кнопку. С другой стороны, мы можем просто здесь вырубать автоматику. Типа и все. Но сам факт. Мне кажется, здесь было бы... Было бы, было бы, было бы... Нам точно нужно будет подключить... Репитер. Репитер, а знаете, что я еще не проверил? А работает ли кнопка? Любая. Работает ли она в сторону рабочего аппарата? Давайте возьмем какое-то говно на крафт. Условно, резина. Держи смолу. Держи органику. Сейчас он ее не крафтит. Мы подсоединяем, даем сигнал. Какой режим цикла, говно кусок? Блях, он же не даст сигнал, точно. Так, тихо. Без пены. А где у нас вот этот главный пацанчик? Так, сенсор склада. Где репитер? Ты же репитер. Кнопка повтора, да? Отходи оттуда. Оно тебе не надо. Гудок это, конечно, весело, но есть вещи поинтереснее. Так, ставим сюда. Допустим. Это работает. Хорошо. Это дает нам надежду. Дает нам надежду. И к чему вы спросите, я веду. Тихо, что ты, мать твою, делаешь? Отпусти. Выкинь каку. Я веду к тому, что мы просто к этой штуке, так как у нее можно делать, по-моему, целых 12 вот этих коннектов, сегментов. А расстояние между ними может быть довольно-таки серьезное, как вы можете заметить. Вот. Мы сделаем одну штучку. Штучку-дрючку. Задача которой будет выключать и включать полностью все производство. Выключать и включать все производство. Я думаю, что у нас здесь будет мини-пульт управления. Вот где-то в этой части. И на пульте управления у нас будет отключение всей системы, то есть абсолютно все ресурсы перестают крафтиться. Включение по отдельности каждой, кстати, тоже как вариант. Ну и точно нужно будет отдельно регулировать на науглерод. Это как вариант. Я ни на что не намекаю. Просто как вариант. Знаете, чего здесь не хватает для полной автоматизации? Конвейеров, бать его. Если бы здесь были конвейеры, мы бы совсем о другой автоматизации говорили. Серьезно. Но так как у нас только не до ручки, придется с ними как-то манипулировать. Иначе никак. Но в целом, я думаю, да, реализуемо. Реализуемо, причем... Ну, единственная проблема будет, что действительно склады некоторые будут разбросаны. То есть вот там где-то в жопе будет графен, еще дальше в жопе будет гидрозин. Но по факту все остальные, что крафтятся, будут с этой стороны. Они будут все в кучке стоять без всяких проблем. Мы можем, конечно, от этого же графена провести пару рук и выставить здесь склад графена. И от гидрозина провести кучу рук и выставить здесь склад гидрозина. Никто нам не мешает это сделать. Абсолютно. Абсолютно никто. Был бы только ресурс. И все сделаем. Так, окей. Мне сейчас надо скрафтить один наноуглеродный сплав для того, чтобы сделать огромный контейнер. Мне нужен этот самый огромный контейнер. Он же здесь? Вы серьезно? Огромный контейнер крафтится здесь? Большой контейнер. Титан, стекло, наноуглеродный сплав. Сейчас я, короче, скрафчу по шурику. Так, огромный склад готов. Проверяем. Что это за хоровина? Сколько занимает? Скорее всего, 4, да? Вместе. 400, мать его, единиц ресурсов. Вместимость. Я теперь не знаю, хочу ли я его использовать по тому назначению, которое мы хотим использовать. Только что. Но 400 это серьезная заявочка, слушайте. Просто определить самый ходовой ресурс. И, собственно, складировать. Но вообще, я его хотел сделать не просто так. Я его хотел сделать для того, чтобы отгрузить в него ливочной ресурс. А самый ливочной у нас ресурс сейчас как раз-таки органика. Но он, в принципе, и часто используем. Это потенциальный углерод, в конце концов, да? Не забываем об этом. Он что, с двух сторон выдает ресурс? Все, и теперь можно спокойненько разгрузить вот этот весь ужас. Выставляй, забирай, забирай. Все. Он все всосет и даже не почувствует, по сути. Даже не почувствует. Хорошечно. Беда в том, что нам их складировать негде. Для создания склада из больших контейнеров нам придется знатно попотеть. Я скажу сразу. А я не хочу так знатно, настолько знатно потеть. Я, может быть, и попотел, но не настолько. Но в любом случае, мы должны сначала поставить крафт на углеродок. И как только мы его сделаем, мы уже можем переходить в контейнеры, в кучу РТГ и так далее. Но не сейчас. Сорокет уже набился. Ну да, видно. Одна десятая присутствует. Забавно, забавно. Контейнер огромен, и его, наверное, как раз полезно будет использовать в добыче ресурсов на других планетах. Я уверен, что столько ресурсов даже жилы добыть нельзя. Что-то мне подскажет, что это просто физически невозможно. Ресурсом, по-моему, идет Х5. То ли Х5, то ли Х8. Ну, в общем, в этом промежутке с добываемого жилы. Соответственно, в этом всем особого смысла не будет, мне кажется. Ну ладно, это мы проверим. Мы это проверим. Можно, по идее, сделать просто большие платформы, на которых будет храниться запас типа ресурса. Но опять же, а смысл? Ну хорошо, с этим мы еще разберемся. Нам сначала нужно наноуглерод скрафтить, потом мы уже будем песни петь, плясать и так далее. Хорошо, ребятки, пока же делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.